Это на самом деле призвание от Бога. Я зарыдал, меня просто зашатало, как будто вот что-то в меня вошло в тот момент, что-то такое, как свыше. А он не будет говорить, сколько мы раз в церковь ходили, сколько мы там свечек ставили. Больше, чем клад нашел вот это место, я скажу это местописание. Друзья, у нас с вами возможность пообщаться в этой программе с Сергеем Мефодиевичем Тереховым, одним из значимых бизнесменов-христиан, который ведет себя не просто как бизнесмен, который ведет себя как божий человек. Для вас было ли принципиально, каким именно бизнесом вы будете заниматься, или вы в целом были готовы начать самостоятельно работать, и так сложились обстоятельства? Все касательно бизнеса, я начал заниматься спекуляцией в 12 лет, но еще в Советский Союз был. Вы не могли этим не заниматься. Да, но я учился в спортивном классе, был баскетболистом, ездили там по разным городам, ну и какие-то были, в то время много дефицита было, я что-то покупал, продавал, вот, ну не считал, что я что-то плохое делаю. И потом у меня были разные там предприятия, такие маленькие, то есть я когда-то учился в пединституте, там магазин открыл, парикмахерскую открыл, ну при институте, да. То есть вам было 20 уже века, да? Да, 20 лет было. Потом у меня была такая встреча, знаковая для меня встреча с одним американцем, который был вице-президентом одной из самых крупных текстильных компаний Америки, и он мне объяснил очень важный принцип, что занимайся одним делом, потому что если ты, говорит, будешь заниматься разными делами, ты не будешь иметь успеха. Как их называют, ну пять слов к успеху, найди потребность и удовлетвори ее. То есть ко мне обратился один человек, которому нужны были рельсы железнодорожные, и он хорошие деньги за них платил. Я поехал на железнодорожную станцию, договорился. На этом вагоне рельс там заработал больше, чем я заработал бы там на лимонаде или на обуви, на парикмахерской, да. И я подумал, зачем мне все это надо, вот эти все мелочи. Стал развиваться. Ну сейчас у меня уже 9 там металломных площадок, у меня уже там работает 300 человек. У меня сейчас 46 лет, вот из них 23 года я и занимаюсь одним делом и не планирую ничем другим заниматься. Успешный бизнесмен перешагнул такую естественную для многих людей черту. И вы служите бомжам, вы служите потерянным людям, от которых отказались родственники, общество. Они выброшены в канаву жизни, даже не на обочину. Я пережил такое особенное прикосновение Божие, когда мне было 27 лет. Читая Библию на даче, я прочитал из книги-притча одно место, и когда я прочитал его, я разрыдался просто. А почему это вы читали книгу-притч? Я каждый день стараюсь Библию читать, ну стараюсь, не всегда получается. А с какого времени вы это делаете? Ну я в 19 лет уверовал, то есть и вот с того 27 лет я верующий, и я стараюсь каждый день или слушать, или читать Библию. Я вот по обыкновению сам читал просто Библию, я прочитал одно местописание, которое меня просто как разорвало. Я не знаю, как это объяснить, но это место было притчей 22 глава 4 стих, где сказано, за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. И я просто понял, что все в жизнь приходит через смирение. Я еще более того, изучая Священное Писание, я увидел, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И я знаю, что также Бог противится людям, которые надменные. То есть я это откровение получил 27 лет, я каждый день работаю над тем, чтобы быть смиренным. Это на самом деле призвание от Бога, то есть Бог призвал меня служить бедным, служить заключенным. И также, читая Библию, я вижу то местописание, где написано, что когда мы пристанем перед Богом, а Он не будет говорить, сколько мы раз в церковь ходили, или сколько мы там свечек ставили, или еще что-то делали. А Он скажет, я голодный был, вы накормили меня, я жаждал, вы напоили меня, я в тюрьме был, вы пришли ко мне, я в больнице был, вы посетили меня, я раздет был, вы одели меня. Я уже 11 лет содержу дом, в котором 80 человек живет, слепые, увеченные, хромые, которых мы с улицы подбираем, мы даем трехразовое питание, мы помогаем восстановить документы, устраиваем с трудоустройством, заботимся одним словом об этом. И также Христос сказал, что когда делаешь пир, не зови друзей своих богатых, а зови увеченных, слепых, хромых, и будешь иметь награду на небесах. И вот моя жадность, наверное, заключается в том, что вкладывая деньги, силы вот в этих людей, то есть я каждый день, по сути дела, делаю пиры. И я вообще точно ничего не жертвую. Почему? Потому что я вырос в бедной семье, но в 30 лет я стал долларовым миллионером уже. И Бог благословил меня, дал мне больше финансов, чем мои мозги могут это заработать, как бы, да. И Бог дает мне средства, и Он же мне говорит, чтобы я кому-то помог. И Он же мне потом еще на небе даст за это награду. То есть я понял, что я вообще ничего особенного не делаю. То есть я благодарю Бога, как Давид, да, что Он позволяет мне часть из того, что Он дал, Бог дал, и отдать Ему же. Потому что и Библия говорит, кто благотворит бедному, тот дает займы Господу, а Господь вас благодарит в свое время. Сферы вашей деятельности, занятий, да, то есть вы бизнесмен, вы благотворитель, вы пастырь, вы отец, вы муж. Вот минимум пять сфер. Самое главное, у меня Бог и служение Богу. Второе для меня это семья. То есть Бог и служение это как раз благотворительность и пастырьство. Служение Богу это, да, все вместе, да. Вот. Второе это семья. И третье, ценность моя, это работа. Но получается так, что третьей ценности я больше всего времени уделяю. Касательно благотворительных вопросов, то есть есть такой и вообще бизнеса, да. У нас был такой прекрасный предмет, который вел мой декан любимый, вот, он называется делегирование. То есть меня в академии научили делегировать. И в церкви я все на себе не тащу, даже где я пастырь. В благотворительности я тоже ничего вот на себе все не несу, да. У меня есть директор Дома Милосердия, там есть несколько человек, которые ему подчиняются. У меня есть секретарь, а есть помощница. У меня есть детский дом, частный детский дом, но мы уже его закрываем, потому что дети все выросли. Он просуществовал 17 лет. И вот касательно финансирования вот этих проектов, у нас есть детский центр для детей-инвалидов, да. И вот эти люди все, которые отвечают за эти проекты, они даже не ко мне приходят, а к моей помощнице. Каждый день я стараюсь везде сократить расходы. То есть я очень экономный, я всегда одежду покупаю со скидками, допустим. Там я каждый день смотрю за расходом. Я свет дома везде выключаю. Получается, что вы каждый день проверяете или нет? Или просто в целом вы поддерживаете такой образ жизни, но у вас есть такой... Проверяю что-то. Знаете, достаточно вот на самом деле проверить там 10%. Меня поражало, как вы умудряетесь быть нераздавленным ответственностью за людей, за бизнес, за семью. Потому что если стараться делать полностью каждую сферу, это просто невероятный голос. Если не делегировать, есть даже такая книга прекрасная, советую прочитать. Я не помню автора, она называется «Делегируй или умри». Кстати, гордость мешает делегировать. Это очень, потому что ты же делаешь лучше, чем другой. А он в два раза хуже, может быть, чем ты. Да, но я заметил, что я когда научился делегировать, на мне было трудно первое время. Но потом я когда стал видеть, что люди намного лучше меня делают. И я стал просто получать удовольствие от делегирования. Нашим зрителям, те, кто смотрят, те, кто думают, что такое успешная жизнь, как бы они хотели прожить жизнь, пожелания или напутствие? Ну, какое пожелание, напутствие? Я хотел бы каждому пожелать, во-первых, здоровья. Знаете, я когда-то читал Писание, и в Писании написано, что это не синодальная книга Иисуса Сына Сирахова. Там такие слова есть. Я читаю там самое большое богатство на земле. Я хоп и закрыл рукой. И я подумал, а какое, может, деньги, потому что мне не деньги. Думаю, может, там жена. Думаю, ну не у всех жена есть. Может, родители, не у всех родителей есть. Но я стал там думать. И потом думаю, что я гадаю, да, я открою. Я открываю, и написано, что самое большое богатство на земле – это здоровье. Поэтому я хотел бы каждому пожелать здоровья, чтобы вы не только молились за свое здоровье, но и работали над своим здоровьем. правильно питались, правильно имели какие-то нагрузки физические, трудились. Также хотел бы пожелать каждому иметь процветание, иметь каждому человеку иметь успех в своей жизни, во всех сферах своей жизни. И, конечно, я самое главное хотел бы пожелать, чтобы каждый человек имел спасение своей души. То есть, как получить спасение своей души? Очень просто. Поверьте в то, что Иисус Христос, Божий Сын, умер за вас, был погребен и воскрес на третий день за ваши грехи. Скажите Богу эту простую молитву, скажите, Бог, я грешник, я признаю это. Прости меня на основании того, что Иисус за меня умер. Войди в меня Духом Святым и веди меня по этой жизни. И тогда вы через веру, вот такую простую веру в Иисуса Христа, вы получите спасение своей души. И это самое главное, потому что Писание говорит, что толку, что вы весь мир приобретете, а душе своей повредите. Пусть вас Бог благословит. Спасибо вам. Сергей Нафодич, спасибо большое.